грунтовочка значит что здесь у нас андомиксовская университет как-то концентрированная грунтовка мы ее развели 1 10 то есть литровой баночки хватило нам на 10 литровую канистрочку на целое ведро вот объем объект кафешка или ресторанчик что здесь не оставляем потеки то есть хорошие валики анзов рекомендует и стараемся не оставлять потек слышишь костяк так будем колеровать с этим давай водичку сначала это литр ведро или сколько до литр литр ну да 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 хорошо хорошо да литр литр вливаем литр воды да а сколько здесь костяк 25 килограмм хорошо будем ее делать таким макаром сейчас олег у нас есть такие взяли мы такие валики знакомо ну да я им покажу поближе такие поролоновые валики извините то что услышит да ну две минуты да еще ты покажу валики будешь дальше там колбасить а вот да значит мы наносим модельную массу раз потом будем раскатывать потом заглаживать ну будет такой маракешек а колору хорошо хорошо ну ты пока ты покажешь жужжал так я думаю им расскажу ну что ты пока водичку давай колой колбасе конечно так ребята значит что у нас было здесь одну дизельник взяли мы такую секреты старых мастеров а именно взяли шприц коком здесь на двадцаточками 20 кубиков взяли краситель универсальный и отлили в колпачок да и шприцом взяли таскать красителя и на 25 килограмм получше пошло сока гости горишь три кубика да три кубика у нас пошло этого кости зачем это делаем у нас есть потолок уже готовый цвет вот видите тут несколько если вам будет видно вы ребята старались делали выкраски вот видите потолок да и вот потолок на получается все они должны быть темнее потолка то есть мы взяли для сравнения потолочный цвет сейчас мы делаем подложку для стены я уже показывал образец что там должно получиться но самое главное да чтоб дозировка тут помещение сколько тут 60 квадрат или около 70 квадратов то есть это где-то пойдет три ведра чтобы это сказать каждый раз не подбирать поэтому и для этого есть пока дозатор практически второй момент если с цвет был очень сложный то есть что вы можете сделать моте взять скалировочной машины уже цвет вот как ребята здесь мы пришли уже они взяли скалировочной машины цвет то есть им по вееру там чикуриловскому или там какой там уже было калировочная машина не взяли скалировочной машины цвет и мы тоже дозатором до шприцом дозировали на наше наше количество и по нашему тону здесь тоже где-то пошло вот два или два кубика такого же цвета два кубика и вот получили такой крем-брюле вот олег уже его заколировал сейчас будем декорировать ниже есть какие-то шпаклевочки и так друзья сейчас у нас уже модельную массу отколировали сейчас наносим слой начнем с потолочка то есть будем наносить шпателем толщина ну сколько ну наверно где-то полтора наверно может миллиметр полтора вот так ну принципе тоже может принца пригодится когда наносите среди зенаморочку значит у вас достаточно материала на стене для моделирования то есть можете сделать с ней зенаморку значит счастье интересно будет ну хорошо грунтоку что вам посоветую сюда чтобы создавала хотим повторить основные моменты нашей рондо венецианы точнее венской штукатурки которые мы делаем накат приглаживание маракеш и патина это основные моменты назвал но сам факт начнем с самого начала если основные моменты то вот мы накатали до нанесли нанеси вот сюда подожди мне сейчас надо момент показать вот этот потом нанесу нанесли валиком взерошили олег показывает момент когда я уже пригладил но перешпаклевал то есть где-то попал на сырое место и перешпаклевал то есть не бойтесь еще разок можно раз валиком прошелся дал ему опять поднялась видите влага еще если есть видно сразу что она блестит ничего страшного то сам факт переходим допустим вот запоминаем правда ход событий куда мы переходим тут правда тень не совсем хорошо видно но доверьтесь да еще раз вот если тут сыр сырое не боись как говорится почистили главное чистым чтобы не возюкать и не пришпаклевать и легенько без нажима пробуем на ощупь как говорится приглаживается приглаживается хорошо но не перешпаклевываем самое главное чтобы оставался вот этот типа травертин мармарин самое главное вот вот сам эффект вот этот вот при приглаживании самих верхушек именно имеется ввиду вот сами верхушки приглаживаются вот вот тут перед поклевано чуть-чуть здесь оставляю но у нас сам сама задумка чтобы площадок было больше я мог было меньше это достигается правда двумя способами либо здесь мы приглаживаем больше либо потом патиной перекрываю ну а так если позволяет время по моему мы не по очереди пошли не по очереди пошли а вот наши хотелось чтобы они понимали что вот заглаживать его можно точно как травентин помешали вот попробуем на в этой штуке показать им сейчас мы заглаживаем его вправо-влево а если в одну сторону или вертикально как получается красота сейчас я вам пока подсвечу то есть травентин ну просто а вага огонь получается ну немножко там с домами огонь 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 они просто понимали что у травентин это особенно на таких откосе как маленьких то это травертин чистой воды да очень красиво ну и вот так если подержу против света против света вот можете опять горизонтально можете вертикально и тоже будет вам счастье может быть не сегодня уже сегодня основные моменты повторим венской это приглаживание наноси нанесение приглаживания как бы завтра уже здесь на маленьких объем ну на откосиках она просто лучше показывается как бы для видео потому что на квадратуре большой не ловишь момента самого откосик вот от края до края можно увидеть и понять в чем состоит сама суть вопроса то просто приглаживаю не волнуемся что там где-то какие-то полосочки получаются лишние это же получит это же не финальный слой приглаживания так как бы наша подложка вот в таком виде должна быть я так понимаю я все отлично вот здесь допустим от олег мне взерошивал да уже подсохла я пошел почувствую все хорошо здесь и пошел легенько-легенько опять пробуем если чувствуем что уже подсыхает можно больше нажим дать в итоге выходим на такой вот красотую но опять-таки не забываем что вот это вот как сказать горбик ямка как сказать площадка ямка да это наша я еще раз повторю это подложка да это не не финальный слой потому как бы не заморачивайтесь с тем просто приглаживайте верхушки и не задумывайтесь над тем как она у вас там получается где-то больше где-то меньше это все такое знаешь второстепенное потом это все перенесется еще марракешем еще патиной перекроется и будет что можно в принципе так оставить все вот она как травентины остается в чистом ну да но потом можно колоровано чем-то пройтись поверху в ямке забьется цвет на верхушках снимется будет подняли загладили и уже счастье и уже счастье получается вот такое полоски пойдут горизонтально тоже такому получится получится горизонтально но тут какая может быть сложность то что можно надо надо уловить четко это подсыхание момент подсыхания да там мы вчера показывали что принципе можно исправлять да если там чуть где-то перегладили подтянули еще раз ну и по поводу то что сейчас мы делаем это набрасываем такой легкий легкий марракешек вот мы положили на такие получили островочки и на эти островочки мы еще добавляем на момент он рассказывать по поводу по поводу там густоты такая густота там достаточно жидко но как по мне так я может быть использовал бы давно над на третье может быть подход для второго немножко очень пусть следующие вот мы еще раз вот на эти островки еще подбрасываем все материальчик может быть эти островки делаем еще более таким более массивные да вот эти ракушки мы делаем более мелкие были ярко выражены читались под патиной полегче по материалу уже говорил я вам что это эко-кристалл модельная масса или дизайнерская декоратор что еще по патине куда дальше был скрывали патиной за состав там идет волшебный вот и и краска вот эмоциональная краска соотношение насколько я помню хвостик делал это литра литров 8 наверное клея где-то литр краски пошло вот считать соотношение грубо 1-10 и подколеровывал универсальной микросети то есть он сделал две базы одно сделал светлую другую сделал чуть темнее вот на первый слой прошли темный а сверху мы пройдем или проходит светлый ну или проходили ранее там когда показывали предыдущие серии информацию донести в наших репортажах поэтому не переключайтесь с нами дали буду продолжаем упражнение называется грунтование с заглаживанием то есть мы фактуру которая уже нанесена вот декорирована можно сказать даже по свежему то есть она еще полностью не высохла грунтуем грунтовкой секрет грунтовки расскажет вам олег антонов один к четырем все клей пува и вода и водочка и водочка четыре части воды одна часть клея наносим валиком у нас валик анзовский вот такой вот он зеленый вот он покажет вот он новый хороший валик такой алюминиевый легенький как пушинка наносим эту массу грунтово грунтующую и при помощи шпателя вот такого который наверно у всех есть у кого нету могут купить рекомендуем остатки или излишки грунтовки мы можно сказать в углаживаем в поверхность от декорированной стены все просто результат отменный стена становится более плоской меньше разных да тактильность хорошая да на грунтую под глазурь или под патину смотря что вот и таким образом она становится ровненько и приятненько и готово и да и она и полируется и заглаживается и грунтуется одновременно все прелести в одном флаконе да да будет выливаться и будет разъедать декор будет оставаться полосы и неприятные ощущения можно даже 1 3 можно 1 3 то есть если хотите спать спокойно после того как про грунтовали поверхность то грунтуйте один к трем или 14 клей пва вода хорошая компания и настроение так значит что у нас здесь у нас здесь шатина платина уже берем до соотношение какой волшебный воск и краска у нас там все на соотношение это один десяти десять частей волшебного воска и одна часть краски 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 с венской штукатурки подготовлены мы проходим Что касается волшебного воска, ну что, там обоиный клей И клей то, хотя даже нет, в этом случае не было клей того, только обоиный клей и краска И что потом сверху, мы сверху еще уложили, кое-где исправляли светлые патины То есть это вот такая пучинка, остаток уже как перед ней То есть бывает, что на примыканиях или где-то может быть с рисунком Там немножко вот промахнули, ляпок такой сделали Вот мы делаем этой патинкой, поправляем, а исправляем Мы так попрактиковали на этом объекте, нам эта идея очень понравилась Донесем и это, так сказать, до ваших ушей, на ваших голубых экранах Возьмите это на вооружение и будет вам счастье Что еще здесь важно, важно отметить Ну, перед этим мы отгрунтовали, вы видели, да, там Отгрунтовали универсальной грунтовкой Что у нас там было с клеевойной, один в трем Чуть полирнули ее, чтобы она была на прикосновение гладенькая И сейчас вложим патину Ну, в каком порядке? Как на сдир, то есть мы ее особо не жалуем И там есть еще такой будет фокус Получается краска, по-видимому, фасадка Ну, такая крепкая И когда мы, вот она чуть подсохнет, мы ее начинаем, ну, вроде как заглаживать, полировать Она, выступая такая, железнение происходит То есть часть металла остается на поверхности Оно такое получается Верхушки железнитые такие, серым таким Серая такая вуаль, что ли, получается Вот так Ну, и мы еще планируем, когда оно немножко подсохнет Мы тоже добавим еще вот этого железнения Еще железнение добавим уже, когда оно чуть подсохнет Вот такая у нас получается Видонська Штукатурочка Да, собственно, пишется Прошу любить и жаловать Шум я хочу добавить по поводу этого дела Вопрос был в следующем Зачем, когда мы грунтуем, мы не просто валиком работаем А еще и шпателем приглаживаем Вот для того, чтобы потом, когда мы работаем уже патиной, да Чтобы не было вот этих скачков по верхушкам А заодно и получается, чтобы не было меньше Вернее, чтобы не было много лучей вот таких, которые Мы тогда в разные стороны должны были бы искать направления Вот как их убрать и так далее, да А так себе наносим спокойненько Уже по гладкой основе Хотел продолжить с вами разговор о нашей видонской штукатурке Что здесь добавка какая идет То есть вы видели, да, когда мы делали с модельной массой Подымали шагрень, когда мы ее заглаживали Когда мы ее накидывали, да, там маракешика Когда мы ее грунтовали Еще раз взлезнили Или как полировали Видели, когда мы скрывали патиной Теперь, что у нас здесь сейчас Уже я ближе вам покажу Вот пока я еще только начал Светлой патиной Вот здесь есть видно, что такой он Ну смелый Смелый такие у нас Даже может быть даже не так Бывает, что переходики Переходы слишком такие смелые И, например, там рисунок нас не очень там устраивает, да, когда мы скрыли патиной То, что мы можем сделать Здесь у нас на Помощь, или так сказать Может послужить нам светлая патина Вот это та же лазурь, да, та же краска, на которой мы Основе, на которой мы делали вот эту патину Более темная Вот И светлая То есть мы этой светлой патинкой Те места, которые нам Может там чуть смазала, да, или переходы Высота большая Хотя мы и грунтовали, но все равно кое-где там переходите видно, пока лисеровочка легкая Вот Второй что еще момент Когда мы добавляем вот эту светлую патину Вот на те места, которые нам особо там не сильно нас устраивает, да, там Вот Выбиваются, да, там Или как там На украинском Может Ну, раздражают на вот глаз, или там Колят оху, да Вот То мы проходим эти места, в первую очередь Вот этой светлой патиной То есть у нас получается, фактурка все остается Единственное, что уходят Те такие темные места, которые там Немножко выбиваются, да С общего, так сказать Сочной картинки Вот И здесь еще один Приемчик Получается Может это Ну, в каком-то случае где-то это было бы Ну, может быть неуместно Но здесь это Вот этот минус, он превращается в плюс Патина получается у нас сделана на основе Фасадной красочки Ну, что-то наподобие там Как Ой-ка сама Мультикалор Да Легуга какая-то фасадная краска Которая железнит Это при железнении она чернит И вот этот вот эффект Ну, железнение, да Или От шпателя остаются следы Вот он нам добавляет такой Ну, как старинный Вот Такой Интересный еще Вуале Может быть Добавляет еще Третий Третий цвет Да Третий оттенок Вот Сейчас такой получается Очень интересный Эффект Ну, именно в этом случае Здесь будет кафешка Мы уже говорили, да Булочная Ресторан Вот Здесь нас попросили, чтобы мы сделали подобную вещь Сейчас я попробую показать вам Вот Эффект Звезднений Как У нас он Получается Вот Памера Видно Тогда мы Повернем Вот Так Просто Так Сейчас я попробую Вот Вот Когда мы шпателя проходим Вот Уже видно, да Вот Тоже там надо не увлекаться А видно, да Вот Эффект Звездный Да Чуть выше Заметить Этот фокус То, что Хотелось донести Вам По поводу Вивенской штукатурочки Авторской Поэтому Не перемещайте Оставайтесь с нами Дали буду Пока Пока Субтитры Субтитры